вот дом советов прямо за мной находится отсюда открывается вид на дом советов это известное недостроенное здание в Калининграде оно было начато в 1970 году он так и не закончено никому не нужно стоит уже полвека пустующее разбитыми стеклами это как раз один из семи хомлинов там по-моему мама масло бабушка хлеб что-то типа такого хомлину можно найти по всему Калининграду 7 это квест такой это известный федеральный собор здесь кстати он своего рода театром еще является здесь проходят разные мероприятия вот там есть немножко по отдаль афиша что будет происходить здесь есть такая интерактивная панель которая показывает что будет происходить в ближайшее время красивый такой собор мне в принципе нравится такой стиль готический похоже знаете на игру готика что-то подобное встречается везде немецкий явный след такое интересное дерево здесь не видно снизу но если смотреть сбоку она практически вот темно-сычного фиолетового цвета непонятного что интересно за сорт это памятник юлиусу руку немецкий прогрессивно общественный деятель за мной очень известная памятная плита вам интересно что тут написано или записано не курить в эту шутку конечно тут погребена какая-то урсула достопочтенно не знаю кто это конечно но видимо какая-то известная личность вот именно здесь в это кафедральном соборе погребен иммануил кант которого я так и не осилил сколько не пытался начать вот его могила может когда-нибудь я все-таки перечитаю осиливать вы себя в руки и постараюсь понять памятное место для великого человека вообще сюда конечно нужно приходить когда пасмурная погода дождь льет прямо ливень такой гроза готический собор они как раз к этому располагают сегодня как-то не очень интересно хотя все-таки меня впечатляет архитектура готическая мне он очень нравится есть что-то в этом устрашающее очень красивый такой собор вот здесь попасть на экскурсию как федеральный собор не знаю получится не получится если туда экскурсии вообще принципе я посмотрю люди заходят на раскрытие есть мероприятие а здесь же проходит разная точность мероприятия проходят разных таком скорее всего просто мероприятие какие то есть здесь в этом музее написано что я предполагаю что это бывшее расположение тех построек которые были здесь когда-то ранее вот собственно говоря сам собор возле которого мы находимся а этого уже нет ничего вокруг по крайней мере не наблюдая только парк а вот самая старая постройка в.к. она построена в 1500 году здесь в.к. вот видите так забавно только что обнаружил здесь трамвайные линии оказывается они уходят никуда и начинаются ниоткуда здесь раньше была плотная застройка еще умудрялись ходить трамваи ведь остались трамвайные линии вернее кусочек небольшой совсем а в начало кафедрального собора до сувениридных лавок название отеля очень обнадеживающее это площадь победы наверно самый оживленный помимо набережной место ленинграда такси сейчас рассказал интересную историю вот видите такие дома в немецком стиле их много по улице там больше наверно 20 или 30 может быть это все хрущевки просто фасады переделывали под немецкий такой старинный стиль нужно было капиталить и подошло время капитального ремонта домов и жильцы решили что лучше сделать так то есть просто поменяли крыши а сады поменяли из хрущевок сделали старые немецкие дома такая забавная история их много очень повырос собственно говоря сколько лет к ленинграду вы сами видите город тоже такой ну вернее не к ленинграду конечно кенигсбергу даже не кенигсбергу а еще берите раньше поменяйте город пожалуйста вангуешь тут один из самых старых ресторанов ленинграда наверно атлантика советский людей почти тропические листва практически очень большие такие крупные листья знаешь что за дерево это реально тропики забрел какой-то не туристический райончик тут портовая зона дома заброшены пол заброшены можно выйти к реке вот случайно набрел на фритрихсбургские ворота фритрихсбургские ворота корабельное воскресенье здесь по-моему Петя учился стрелять и кидать бомбы и кармазы корпусные насколько я помню по рассказам скрусовода на кораблике закрыто уже скорее всего сегодня ну-ка кабинет Петра да точно то место вон пушки видеть этот мост он подъемный он поднимает вверх конструкцию средний пролет и пропускает сюда а раньше на средней конструкции средний пролет он поворачивался 90 градусов еще в древние времена потом уже переделали его на такой подъемный то есть эти вот две большие такие рампы как называется правильно не знаю они две большие конструкции это как раз подъемный механизм видите там тросы на которые поднимает собственно говоря сам мост на самом деле такая тема интересная так представляете сколько весит пролет моста этого и он поднимается наверх это район промзоны такой тут дальше скорее всего тоже какая-то портовая зона еще идет тоже порты разные причала поэтому уже поеду в парк вот видите висят такие здоровые здоровые бетонные блоки это противовес они опускаются вниз этот противовес и вот этот и за счет этого поднимается мост потому что он мост тяжеленный естественно как бы это парк Победы он такой немножко пустынный сейчас потому что вечер поздно уже не говорит практически кое-что еще работает это памятник еще еще один Эммануилу Канту с гитарой на этот раз шутка конечно то Володе кстати такой интересный памятник а где же еще памятник то Высоцкому блин забыл совсем где же я видел его в каком городе буквально не так давно где же я видел его напомните где он стоял у нас ну вообще есть во многих городах конечно в этом историческом здании таком внушительном располагается театр кукол сейчас немножко облезло конечно это уже выход из парка парк не очень большой по размеру средненький это такие старые калининградские улицы я решил дойти до отеля пешком здесь Комсомольска по-моему называется улица здесь рядом еще есть космонавтов Леонова, Патсаева космонавтов улицы и там Чайковска вот где отель находится такая низкая застройка двух-трехэтажные домики очень зелено там огромное количество деревьев деревья очень мощные потому что влажный климат более такой мягкий по сравнению с Сибирью и вырастают деревья прям такими могучими очень высокие листва плотные очень зеленые везде вот такой спальный район наверное скорее всего здесь начинается потому что народа не так много думаю что большей части зданий это все-таки жилые дома пора идем уже тут такие живописные места местечки есть дома такие интересные дом с горгульей например здесь я не могу понять где горгуля сама находится в этом доме тем не менее она где-то есть скорее всего на крыше все-таки обычно бывает горгуль где не стоят на крыше что-то я не вижу на крыше видишь горгуль ее? а она есть это вот такой настоящий калининград не туристический наконец-то причем вот эти кварталы такого вот типа как здесь их очень много большая очень территория большие большой район вернее с такой застройкой тут есть и хрущевки скорее всего какие-то старенькие есть много таких домов такого типа четырехэтажных небольших это вот как раз та улица где находится отель Чайковский здесь с правой стороны основное здание где ресепшен кафе ресторан а через дорогу тот дом которым они сделали номера очень симпатичный район вообще такой тихий уютный мне очень нравится конец путешествия на сегодня конец путешествия я и еще это что это что